Каким было радио на заре своего появления? Кто строил первые радиоцентры и на чём советские граждане слушали радио? Рассказывает выставочный проект Щёлковского историко-кровеческого музея «Говорит и слушает страна». Исторические документы, фотографии и, конечно, радиоприёмники рассказывают о развитии радио в Советской России, в постревализационный период, Великую Отечественную войну и во времена развитого социализма. Предмет является главным на выставке. Без предмета ни одной выставки, музейной, художественной, не получится. Но вторые 50% успеха – это, конечно, работа людей над этой выставкой. Один из разделов выставки музей посвятил создателям пятого радиоцентра ВЦСПС, построенного в 1928 году на территории одноимённого микрорайона Ужель-Зарожной платформы «Чкаловская». Его передатчики работали на коротких волнах и были самыми мощными на тот момент в мире. В СССР из Европы шли письма от слушателей, которые принимали передачи из Москвы. Специалисты фирмы «Телефункен», когда приехали, они сказали, что смогут построить радиостанцию мощностью 50 кВт за три года и за несколько миллионов золотых марок. Наши же инженеры под руководством бюро мощного радиостроения Александра Львовича Минца, вот вы можете видеть его на фотографии, они этот проект осуществили за полтора года, и это была радиостанция мощностью не 50 кВт, а 100 кВт. По радио многомиллионное население Советского Союза узнавало о событиях в мире и стране. Радио сообщило всему миру о полёте человека в космос. Советские дети начинали свой день с пионерской зорьки. По позывным радиом «Аяк», впервые прозвучавшим в 1964 году, страна сверяла часы. В СССР выпускали приёмники в самом разном исполнении и в большом количестве. Всеволновые Урала, Ленинграды, Соколы, Альпинисты, Спидолы и Вэфы на выставку передали коллекционеры Сергей Клевцов и Юрий Суботин. Это самый древний экспонат из моей коллекции радиоприёмников. Начало 50-х годов. Регулятор громкости с выключателем. Тут регулятор. Вот ещё переключатель диапазон. Вот настройка. Кручу, стрелка бегает. Юрий Суботин – коллекционер-радиолюбитель со стажем из микрорайона Чкаловский. Разбирается не только в технических характеристиках аппаратуры, но и в ремонте приёмников. Радиола «Ригонда», которую Суботин передал музею и положил на начало выставки, состоящие из 60 всевозможных приёмников, радиол, магнитофонов и проигрывателей. Самым ранним радиоприёмником нашей коллекции Щёлковского музея является радиола «Урал» выпуска 1949 года. Затем большая масса радиоприёмников 60-х, 70-х годов. И самым поздним можно назвать магнитофон «Эльфа», который также представлен на этой выставке. Своё радио с 1935 года существовало и в нашем городе. Щёлковская редакция радиовещания на постоянной основе выпускала передачи о социально-культурной жизни района, сообщала жителям новости. Прикоснуться к истории и узнать, о чём говорила и слушала страна, можно в выставочном зале Дворца культуры имени Чкалова, улица Супрана, дом 3. Выставка открыта до 26 февраля следующего года. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok